Что будет в новом эпизоде, где вы родились, это ваша судьба. Женится ли Зейнеп и Барыш? Сможет ли Барыш испортить планы Тарик и Несрин? Что будет между войной и Мине? Вернется ли Джамиль к Ною? Все и многое другое сейчас в этом видео. Прежде чем перейти к нашему видео, если вы скажете, что Тарик и Несрин не могут реализовать свои планы, не забудьте поставить лайк нашему видео. После трудных времен Зейнеп постепенно начала осознавать то хорошее, что Барыш сделал для нее. Пока им становится лучше с миром, они могут без лишних слов реализовать свои брачные планы. Спустя долгое время Зейнеп сближается с Барышем и очень уважает его и его работу. Но Барыш знает, с каким энтузиазмом и воодушевлением Зейнеп относится к этой работе. И поэтому она пытается помешать Зейнепу поступить неправильно, стоя рядом с ней, не отговаривая ее. В то же время он был удивлен, насколько быстро они поверили Тарику и Несрину. Поэтому он подготовил контракты, установив очень строгие правила. В последней сцене нашего сериала Барыш, преследующий свои подозрения, не увидит поцелуев Тарика и Несрин. Там он увидит только Несрин, он смотрит на предупреждение для мужчину двери и удивляется. Причиной этого удивления будет то, что он увидел Несрин внутри. Тем не менее, он продолжит быть подозрительным и продолжит внимательно следить за Тариком и Несрином. Тарику очень неуютно из-за того, что Барыш так глубоко в него влюблен. Когда ему станет неуютно, он начнет поступать неправильно. Хотя Барыш не может решить их проблемы сразу, он всегда будет заниматься этим делом. С поощрения Барыша Саваш хотел пригласить Эмени на ужин, но после телефонного звонка Ной Эмени сказала, что она должна быть с ней, и отменила трапезу. Отмена трапезы не откажется от этой трапезы, хотя Савашу это очень грустно. После этого он откроется Эмени и скажет ему, что она ему нравится. Эмени сначала будет очень удивлена, она не сможет поверить в интерес Саваса к ней. Но ему тоже понравится этот интерес, и они постараются завязать отношения. С другой стороны, Ной очень устал от жестокого обращения с ним Джамиля и не хочет, чтобы он больше возвращался. Джамиль, создавший Ноя таким, уже отказался от него. И я не думаю, что он больше вернется, Ноя установит свой новый порядок, направляя свою жизнь. Поначалу это сильно его заставит, но Зейнеп поддержит его, что не оставит в покое. Но сейчас заслуживает счастья. Кроме того, если вы хотите вкратце вспомнить, что произошло в последнем разделе, вы можете просмотреть оставшуюся часть нашего видео. Султан сказал, что в то время как Нермен был в восторге от места, которое они собирались открыть, Сакине приснился плохой сон и она беспокоилась о Зейнепе. Когда Зейнеп и Эмени выходили из дома, мать прижала их, и они как можно скорее нашли выход из дома. С другой стороны, дядя Аль-Риза не мог стоять на месте, а Султан ждал новостей от дам для магазина. Позже Нермен позвонил дяде Аль-Ризе и попросил его поговорить с барышем и сказать ему, чтобы он поддерживал Зейнеп. Дядя также поговорил с барышем, который сказал, что устал жить по Зейнепу, и сказал, что будет с ним независимо от его решения. Гюль Перри, которая помогла Беналу, позвонила своей сестре и сказала, что ее заявление в больницу принято. Пока Бенал собирался поговорить об этом с Джамилем, у Ноя зазвонил телефон, и Султан вызвал его. Позже Бенал не захотел пить без Ноя. Барыш заявил, что после получения информации о работах от своего помощника Берил, он будет выполнять всю работу Зейнепа вместе с ним. Борис была удивлена, когда Зейнеп вышла на работу, хотя она была в отпуске сзади. Зейнеп очень разозлилась, когда узнала, что передала все свои дела Берил. Барыш и Зейнеп много спорили, и Зейнеп в гневе ушел. Дядя Алириза, Гайжа Нух, Гайжа Нермин, Гайжа Сакин и Гайжа Султан отправились искать место для открытия. Зейнеп пошла домой и вызвала к себе Несрин. Несрин очень боялась, что в доме кто-то есть. Зейнеп рассказала Несрин о предложении матери Нермины и попросила ее о помощи. Несрин хотел, чтобы он взял на себя ответственность за бизнес и оценил это предложение, не задумываясь. Но когда Зейнеп говорит о своих опасениях по этому поводу и говорит, что ей нужен финансовый советник. Когда Несрин сказала ей, что ее брат может помочь ей и что ее брат очень хороший менеджер, Зейнеп прыгнула. И, думая, что его брат не примет, он позвонил и спросил. Якобы очень занятому брату обещали обед за игорным столом. Позже Нермин позвонила матери и позвонила ей домой, чтобы поговорить. Он сварил кофе Беналу у Джамиле, и когда он поговорил с ним о бизнесе и сказал, что его наняли, Джамиле сказал, что не может поехать в Джузджи из Стамбула. Когда Бенал сказал, что хочет уйти, Джамиле сказал ему, что он не может вырваться из Мюджгана. Но Бенал был очень решителен и хотел уйти. Он сказал Барышу, Савашу и Эмине, что им следует оставить Зейнеп в покое и что он немного сосредоточится на их работе. Гайжа Нермин пришла домой, и Зейнеп позвонила ей, и Зейнеп сказала ей, что, если она будет работать с ней в компании, она возьмет на себя бизнес. Посетив множеством магазинов, дамы Султана нашли место, которое им понравилось, и сфотографировали его, чтобы показать Нермин. Затем Зейнеп повела мать Нермина на ужин с Несриной и ее братом. Миссис Нермин искала ответы на вопросы в своем уме, чтобы познакомиться с Несриной и ее братом за этим ужином. Нермин был очень удивлен, узнав, что он знал о компании, когда они начали разговаривать с Аби. Хотя брат Тарик, похоже, не очень хотел сначала принять предложение Зейнепа, было очевидно, что он очень заинтересован в этом бизнесе. Султанские дамы показали Нермин понравившиеся ей фотографии там, где они смотрели. Госпоже Нермин тоже очень понравилось это место. Когда Нермин рассказывала о том, что она сделала с Зейнеп, а также Анисриной и ее братья Тарики, все стали подозрительны и неловко. Зейнеп Нермин приехала в барыш после того, как вышла из дома. В то время он готовил себе обед в барыше. Зейнеп рассказала барышу о том, что она делала весь день, и спросила, поддержит ли она ее. Борис предупредил ее, что нельзя так быстро доверять Зейнепу. А Тарик и Несрин поздравляют друг друга с хорошо выполненной работой. Тарик спросил Несрина, когда они встретятся с его матерью, и Несрин, настоящее имя которого Гюльбин, ответил, когда пришло время. Когда Джимили сказал Ною, что Бенал нашел работу и хотел, чтобы они поселились с ним в Дюздже, они немного расстались, когда Ной отказался принять ее. Гэжа Нермин и Зейнеп пришли в компанию, и Зейнеп была очень взволнована. Как только Несрин вошел, Зейнеп хотел заключить контракт с Тарик Беем и пригласить барыша быть с ним. Али Ризабей теперь спрашивал и ждал четкого ответа от султана Ханима. Хотя султан Ханим не мог понять, Али Ризабей спросил открыто. Джимиль решил пойти с Беналом и начал готовить свой багаж. Ною удивился тому, что произошло, когда увидел чемоданы. Когда Гэжа Сакин осталась дома одна, она позвонила султану, сказала, что почти подошла к ней, и повесила трубку. Султанша не хотела поспешно отправлять оттуда Али Ризабея, чтобы его видели вместе. Барыш тщательно продумал контракт и подготовил прочный контракт. Хотя Несрин и Тарик были обеспокоены, им пришлось подписать эти контракты. Ною был ошеломлен отношением Джимиля и не знал, что делать. Джимиль Инух сказал, что она поедет с Беналом и Муджганом, даже если он не приедет. Сакиньи Ханим, султан Ханим и Али Ризабей арендовали место, которое они занимали, и взяли ключ. Когда Зенеп сказал Барышу, что он слишком увлечен Тариком, Барыш предупредил, что ему не следует слишком доверять ему. Пока Ной взял Барыша и отвел его в компанию, он спросил, что случилось с Ноем. Ной теперь очень устал, и его беспокоило том, что он не смог вернуть Джимиля в себя. Иминьи очень переживает за Зенеп, и когда она сказала Савашу, что подозревает Несрина и Тарика, пришел Барыш. Когда Барыш сказал ему не беспокоиться, он не должен беспокоиться о том, что принял всевозможные меры предосторожности. Когда Эминьи сказала, что она не могла поговорить с Зенеп в течение длительного времени и что она не может об этом беспокоиться, Саваш сказал, что если у вас есть проблема, вы можете поделиться со мной. Когда Эминьи вышла из комнаты, она посоветовала Барышу Савашу пригласить Эмина на ужин. Гюльбин и Тарик были счастливы, что он был официальным консультантом компании, и сказали, что ему не нравится Тарик Барыш. Несрин, под своим настоящим именем, посоветовала ей позаботиться о Нермине в Гюльбине и не думать о мире. Когда Ной вернулся домой, чтобы снова поговорить с Джимилем, он увидел, что они взяли такси. Бенал хотел объяснить ему ситуацию, но Ной сказал ему, что Бенал невиновен, и отправил его. Ной просто остался позади них, очень расстроился и плакал. Эминьи обрадовалась, когда Эминьи и Саваш рассказали ей о бронировании ужина, которое Саваш напугал после очень напряженной работы. Эминьи очень обрадовалась этому, но когда Ной позвонил ему и сказал, что Джимилем и Бенал оставили его, Эминьи извинилась перед Эминьи и Саваш и перешла на сторону Ноя. Нух больше не хотел Джимиле и сказал, что он очень устал и у него проблемы с Эминьи. Когда война тихо стояла за столом, дядя Али Риза спросил его, что случилось, и спросил, есть ли у него кто-нибудь в его сердце. Зенеб, Борис и Нерми нужинают с Несринами Тариком. Когда Тарик встал из-за стола, чтобы утонуть на обедом, он встал позади него в Несрине. Борис, который уже сомневался в каждой их ситуации, последовал за ними. После того, как Тарик вошел в ванную, когда Несрин последовал за ним, Тарик был удивлен и спросил, что он там делает, сказав, что они заслуживают празднования, и поцеловал его в губу. Борис вошел позади них и удивленно посмотрел. Мы подошли к концу еще одного видео. Вы можете поделиться с нами своими мыслями о нашей серии в комментариях. Береги себя. До свидания. До свидания.